Ну что, добрый вечер. Слушаете вы свое радио. Как обычно, каждый будний вечер с 8 до 10 в этой студии появляются живые люди, живые музыканты, с которыми мы беседу-беседуем. Ну и музыку свою они нам показывают. Это очень важно. Надеюсь, сегодня для вас будет приятное знакомство. Мы на это сильно рассчитываем. Есть у нас добрая традиция. Прежде чем начнем разговор с музыкантами, они что-то сыграют из своей программы. Ну, в некотором смысле, музыкальная заявка. Так, чтобы мы понимали, что два часа сегодня будет происходить. Поэтому прямо сейчас, как всегда, живой звук в программе Живые. Панали. Пусть я не вижу результатов часто. Порою в бахне было сил подняться. Но отдышавшись я опять на старте. Новые точки отмечают в карте. Не знаю сам, зачем мне это дело. Наверное, это мой круг измело. Мы оберег против нечистой силы. Против коллег душою и дебилов. Да, да, так было всегда. В ненужное время, в ненужном месте. Но наока за мною два кулака. Мир кажется каким-то сумасшедшим. Я себя чувствую извне пришедшим. Не понимая, рука об руку. С тупой грязь и злобной скукой. Откуда в голову отберется этот клан? Слова тут не помогут точно. Единственное, что понятно, дуракам. Это хороший аргумент по почкам. Так, так, так было всегда. В ненужное время, в ненужном месте. Но наока за мною два кулака. Обстоятельства меня не съесть. Субтитры сделал DimaTorzok Самая хитовая часть песни это ООО. Ну, легко. Я думаю, что на концертах подпевают как раз именно эту часть. Говорим мы в другой микрофон. Видишь, там лампочка горящая? Да, окей. Подтяни ее к себе поближе, тебе будет удобнее. Вот так и будешь скакать теперь. Туда-сюда, туда-сюда. Ну, давайте знакомиться. Stay Away называется этот коллектив. И как только анонс, недельный анонс с упоминанием этого коллектива появился в группе у нас, тут же доброходы, ну, судя по всему, ваши поклонники, начали писать. Вот это смело вы, вот это смело. Я думаю, что смело вы? Так вот, кто у нас только не бывал-то уже. И кто-то написал, значит, ну, а как же у них песни-то все с матом? Я говорю, да что вы, ребята, откуда? Вы знаете только другую часть творчества. А у музыкантов, в принципе, есть иная сторона. Поэтому сегодня будем смотреть на вас, как вы выглядите без употребления. Вообще слово употреблять очень люблю в русском языке. Оно звучное слово. И главное, что разрешено его употреблять. Прости, господи. Так вот, Stay Away, коллектив, который здесь сегодня, два часа. Надеюсь, для вашей радости будем знакомиться хотя бы раз за эфир музыканта, кроме фронтмана, должны как-то к микрофону подойти. Михаил Беляев, гитара-вокал. Я. Студия. Армия, что ли? Нет. Ну, я подумал, может, у тебя какое-то военное прошлое. Я отвечаю. Михаил Орехов, бэк, бас, ну, то есть вокал. Всем привет, это я. Это он. Гитар Филипп Вернигор. Правильно я произношу фамилию? Совершенно верно. Зачем ты встаешь, у тебя собственный микрофон? Нет. О-о-о-о-о. Удивленное лицо барабанщика, видимо, впервые увидел, что в этой студии, смотри, живой микрофон для него. Еще один ведущий, по сути дела, эфира. У него собственный эфирный микрофон Никита Седых. Привет всем. Если кто-то захотел сказать, то так дай мне знать как-то. Я тебя просто буду включать периодически, чтобы ты никуда не скакал. Не надо, чтобы было отключать наушники, там, отвязывать себя от стула. Обычно барабанщики, приходя в эту студию, привязывают себя к стулу, там, который стоит, чтобы, не дай бог, не соскочить. А вот так всякий раз бегать к микрофону далеко, и долго время теряем. Как называлось первое произведение ваше? Сейчас? Два кулака, да. Которое спелит там? Два кулака песня. Эта песня записана была в оригинале, вот в таком, с группой Йорш еще с нашими друзьями. Я думаю, вы с ними знакомы. Мы с ними не просто знакомы, мы с ним очень хорошо знакомы. Мы считаем, что они близко знакомы. Поддруживаете, может, да. Близко товарищи, да. Вот как-то так случилось, что поддруживаем даже с группой Йорш. А есть с чем. Ребята замечательные, талантливые. Почему нет? Да, я уже понял. Я уже понял. Сообщу, как с нами связываться. 4647 – это короткий номер для смс к вашим. 4647. Сначала пишите свои про Бельчик, а дальше уже все, что хотели бы сказать. Ну, это могут быть и вопросы, и эмоции, и впечатления. Делитесь, пожалуйста, всем, что накипело. Группа, ну, официальное сообщество, то бишь, радиостанции ВКонтакте, свое радио. Там уже давно лежит анонс с фотографией. Понятное дело, что под анонсом уже можно давно отписываться. Кое-что я уже вижу. Stay away. Название коллектива выделено синим. Значит, активная ссылка, кликая на которую оказывается у них в сообществе. А там, понятное дело, вся нужная вам информация о концертах, об альбомах. Мы об этом и поговорим сегодня тоже. Чаты. Чаты на сайте своего радио, своерадио.фм. Там все просто видно. Сразу написано «чат» большими буквами. Там же плеер сверху. В плеере слева онлайн-аудио. Это чтобы слушать просто поток. Ну, имею в виду эфир. А справа онлайн-видео. Синий кружочек такой. Это чтобы видеть все, что в этой студии происходит. Кликнули, и вот она вам картинка. Планета.ру. Спасибо огромное этой краудфайдинговой платформе за то, что дают нам возможность показывать все, что в этой студии происходит. Там же, кстати, есть чат, в котором также можно отписываться. Все. Что касаемо коннектора сказал. Теперь, наверное, пора бы к группе переместиться. Группа существует, как я понимаю, с 2009 года. Да, абсолютно верно. Это 6 лет. Да. 6 лет коллективу. Но вы не московская группа. Нет, мы из Воронежа приехали за 4 часа. За что спасибо и плюс ненависть вот этому человеку. А ненависть? За что ему? Ну, потому что в 4 часа это все-таки быстро. А, то есть ехали в запахи-то и об этом, что ли? Ехали быстро. Слишком быстро. За 4 часа из Воронежа это быстро? Прямо к вам. Только к нам? Сюда, да. Ну, концертов нет в Москве? Нет, в Москве сейчас нет. Есть какие-то наметки, но будут не в Москве. Ну, сегодня вы специально приехали на эфир? Да, да. Дай вам Бог здоровья. Спасибо большое. Да. Понадобится. Подвиг не подвиг, но в любом случае это приятно, что ребята из Воронежа приехали. А сколько до Воронежа километраж? Какой? 500. 500 там с чем-то. Да, за 4 часа. Барабанщику Красную площадь показал. Наконец-то. Он к вам ехал, туфли одел локированные. Мы сказали, сними. А дальше слово, которое нельзя говорить. Понятно. Но хоть посмотрел на Красную площадь? Посмотрел. Доволен? Метро посмотрел. Ух ты. Ух ты. В принципе, за 4 часа, за 500 километров, ну, в общем, да, это достаточно быстро. Ну, он немного лукавит, на самом деле. За 4,5 только к Москве подъехали. По Москве час. Слышь, Иди, давай. Это нормально. Это нормально. В общем, в принципе, по Москве-то, как обычно, бывает все гораздо дольше, чем до Москвы. Давайте дальше петь. Что это будет сейчас? Песня будет... Я вижу мертвых людей. Хорошее название, мне уже нравится. Как всегда, живой звук в программе, живые. Еще раз? В метро много увидели. Мертвых? Да. Мне не везет. Stay Away. Группа так называется. Поехали. ИНТРИГУЮЩИЯ Я вижу мертвых людей и слышу их голоса Они снуют постоянно Туда-сюда подрятся невероятно От скидок на мандарины Тут же ими затыкают свои склепы и могилы Мертвые люди, здесь они с нами На НТВ и Первом канале В Ашане и в Расторане На поле чудес, без Иисусани Я вижу мертвых людей чаще, чем сам Сатана Чаще Гитлера, Хусейна и Тарантина Без порошков и колес, без добавлений в табак Захожу в восьмидесятый, а там свежий Мертвые люди, здесь они рядом В Кремле и на ей парадах Твоя жена и ее мама Заражены, беги, пока живой! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Социальненько так хорошо, жестко Это клево, а кто пишет тексты? Я пишу Сам? Сам Ну никто не помогает? Нет Пока еще не дожил, пока не помогает Ну просто бывает, когда в коллективе есть какое-то там разделение Кто-то пишет часть, кто-то другую часть, потом кто-то... Нет, сам У нас там музыка только Понятно Но у нас либо в микрофон, либо молчи Да, молчи, кстати Потому что просто не слышно тебя, иначе как-то теряется Понял Вот, подходи, да, это же недалеко, в принципе, два шашка, и ты в микрофон Я так понимаю, что коллектив играет панк... Ну как это обычно бывает, да? Не делим мы особо на жанры, музыка хорошая-нехорошая, это уже отдельная тема Но все-таки, как ни крути, а играете вы панк Потому что, когда собирался коллектив, никто играть не умел Ну так обычно Да Ну нормальная традиция Чтобы как-то играть, надо же что-то играть Лучше что-нибудь грязное, и вот панк Самое-самое-самое-самое На дальнейшее какие перспективы? Оставлять себя вот в этом стиле, в этой стилистике, или как-то что-то менять, может быть? Ну, как правильно вот было сказано Начинаешь играть, спрашивают, что залажит? Говоришь, не лажай панк-рок Вот, вопросов тебе больше нет А на дальнейшее, я думаю, что вот начали вот так Получается, что получается Немножко панк, немножко там будет металл, немножко инди Все это смешали Но в любом случае, я считаю глупо вот эти вот либеральные термины Мы не панк-рок, мы рок-н-но Ну, это панк-рок Я бы Гратову не играть, но я не панк-рок не сумею Почему не сумею? Да на самом деле, я может быть даже немножко ленивый Эти тоже немножко ленивый Это раз А во-вторых, просто вот мы делаем так, так нравится Получается так, что ну энергично, кайфово, драйвово Хотя вот этот парень Юль Негор что-то хочет сказать? Да, ну на самом деле, лучше, мне кажется, играть технично панк-рок, чем говеный, извините, наверное Нормально, да, здесь можно Окей, чем говеный, играть металл Ну я, в принципе, как бы отвечу Или там что-то более, какие-то техничные жанры Вот как-то так В принципе, вот ответ так и подразумевает Что панк-рок, это не значит, что вышел И надо все-таки стараться так, что три аккорда должны быть сыграны так Ну, чтобы убедительно было Потому что это лжагонство, это не панк-рок Согласен, тоже подход верный Согласен, даже спорить с этим не буду Но в любом случае, наверняка, любому человеку-творческому хочется расти И как-то, может быть, меняться Может быть, как-то набивать себе, что называется, пальцы на будущее Ты же наверняка умеешь, каждый из вас может сделать какую-нибудь сейчас Ну так, вот так, просто для себя Какую-нибудь соляку на гитарке Так красиво, да по-блюзовому Ну каждый же может, нет? Да, вот у этого товарища даже есть три песни Я с женой уехал в Медовый месяц А он создал группу без названия Записал три песни Я приехал, придумал название «Крыса» Потому что я был не в курсе и не знал И вот три песни есть инструментальных То есть блюз группа «Крысы» Да Это клево Хороший такой подгончик Ну так, может быть, а чего вы не поете эти песни тогда в коллективе? Инструментал Да и... Не? Не, я их назвал своей страной Это будут ущербные песни А послушают в интернете Окей, но в этом смысле все очень правильно Все очень четко, все распределено Ребята, вы офигенны, пишет Илья Тиняков Уж простите, качаю вас и сразу в плеер Надолго вы там, Никита Пятачков, ну и так далее Вы еще только начали А уже вон Сергей Котовой пишет Привет ребятам Передавайте, что слушаем их аж из Турции Очень нравится злободневно глубокий текст Очень качественный звук Это правда, за звук Надо сказать спасибо сегодня Сергею Дебальскому Это звукорежиссер программы «Живые» Мы со звуком всегда стараемся сделать все возможное Чтобы было максимально хорошо Но я всегда говорю, когда музыканты играют хорошо И звукорежиссеру легко Если музыканты играть не умеют Ни один даже талантливый звукорежиссер Ничего путного с этим сделать не сможет Расхвалят звук, значит играете вы хорошо Да, мы играем отлично Хоть и лажу играете Ну в смысле панк Лажу мы играли в 2009 Сейчас это качественно Окей, кто создавал эту группу? Кто отец-основатель? Ты что ли? Отца-основатель и мы Я в институте учился В университете с ним вместе Сидим в зале в Актовом С Вернигором Я смотрю, чувачок что-то про музыку говорит Сейчас я договорюсь, иди Я ему по плечу хлопаю Говорю, типа чувак, какие группы нравятся Он говорит, я, говорит, из третьей Я понял, что чувак туповатый Мне такой нужен И на гитаре играет И вот я его взял Мы с ним вместе начали Так ты из третьей? Да Ага Что такое третьей? Это, ну, распределение группы университета Потоковая Ты всегда так отвечаешь на вопрос Какую музыку слушаешь Нет, я из третьей Я из третьей На самом деле он немножко лукает Надо знать обстоятельства заданного вопроса Он тоже тот еще С умственным развитием боксера Вы тоже за чистую монету не воспринимаете Что он говорит Хорошо, я понял Я усвоил Я усвоил Теперь будем делить на 16 Знаешь, как бабушка велела Оправдание защитное Вы вдвоем Дальше появились, я так понимаю, басисты и барабанчики Нет, они не появились Дальше появилась у меня жена Почему? Потому что я вконтакте нашел объявление Нет, не хана Я искал барабанщика Нашел жену, она на барабанах у меня играет Мы встретились, порепали четыре раза Она говорит, ребята, выгодит Нельзя говорить И я говорю, ну ладно Тогда давай хотя бы по переписанности Попереписывались Полгода переписывались Встретились Я себя вел как обычно Разошлись на полгода А потом я говорю Ну Буду необычно себя вести Я шутил Она говорит, ну тогда Выходи за меня И сколько вы уже В таком статусе? Ой, статусе Три года будет И три года он тебя терпит Или ты три года не будешь? Она мне вообще, когда я ехал Она говорит, ты полчаса Рассказывай, какая у тебя зайка Но ты сразу от себя всех отобьешь И мне будет приятно Я говорю, нет Я говорю, давай, короче Тебе будет неприятно Не, а так вот кроме шуток Она у меня барабанщица На 9 мая На все у нас были такие приколы То есть выходили в город Ставили барабан Люди танцевали Пили ягуар Всем нравилось Послушай, а почему тогда Она в группе Я ничего не хочу сказать Против твоего барабанщика Ну раз такое дело Жена барабанщица Все-таки стиль у нас Достаточно специфический А она играет что? Ей вот какие-то Альтернативные моменты Вот такого плана Может быть с более Металлическим уклоном Нормально А в тот момент Надо было слышать Как бы я После мороженого И то стараюсь пять А вот тогда я и без мороженого Скажем прямо Мог отпугнуть женщину Своим исполнением Понятно Ну в общем смотри Раз ты ее не отпугнул Значит девочка Она крепкая Ребенок есть Сколько? Два месяца Только-только Надо поздравить тогда Как жену-то зовут? Жену Таня зовут Ребенка Женя Ребенка Женя Женя девочка Девочка значит будет второй Значит девочка Женя А может и третий Таня слушает сейчас эфир? Конечно Танечке привет огромный Масса наилучших пожеланий Я надеюсь Что с этим человеком Вы не пропадете Раз уж три года вместе Раз уж так получилось Что даже играть Вместе больше Вместе шесть лет А вот так даже Ну тем более Ну раз такие были уже моменты Расходились-сходились Теперь уже вместе Ребенка растет замечательно Даже Вернигор не помешает Что-то ты про жену Так долго рассказываешь А я с тобой дольше Чем ты с твоей женой Заревновал Смотри Заревновал Вернигор Заревновал уже из третий Ты имею ввиду Ну понял Там ревнивый народ Я тебе скажу Как показывает практика У нас с ним Другие Характер Другой Я понял Ну детей вам вместе конечно А кстати Кто крестный? Не он? Не крестили пока Вот тут я считаю Что человек вырастет Покрестится Никогда не поздно Ах ты смотри Кто его знает Сидят Кто-то там свято сидит Не будем называть Тоже в очередь сказать нельзя Да я понимаю Я считаю Что это дело личное Захочешь креститься Крестишь Я считаю Что бог он внутри Это твой стержень Твоя мораль Я считаю Что если ценности все продать И построить там Больницы и школы Это будет лучше Чем пойти И сделать Так сказать Все слагаемые Которые мы видим Вот материальные Послушай Ну неожиданный поворот В разговоре Ты еще и философ Боксер-философ Это круто конечно Не-не-не Это круто Не ну как бы Это вещь хорошая Есть один философ Которого Я за которым давно слежу У него Кличко фамилия Это философия Та которую понять Хороший человек Весьма сложно понять Наверное Был когда-то Вот Но тем не менее С тобой разговаривать Мне несколько приятнее даже Ну то есть Мысль ты строишь Грамотнее несколько Что не может не рада У меня было меньше ударов в голову Тоже очень может быть Ребятки А еще вы кстати сказать Заготовили сколько песен сегодня Ну так чтобы я понимал Нам ваша жена сказала Готовьте 12 А мы заготовили наверное 18 Отлично Но вы нам сказали Что 5 из них не подойдут Нет я не знаю Сколько у вас песен Может не подойти Не знаю Давайте короче Давайте Стэйвэй Сегодня здесь Я думаю Что с этими ребятами Вы не заскучаете В любом случае О концертах поговорим позже Мне интересно было бы Даете ли концерты в Москве Наверняка найдутся те Кто уже захотел бы Пойти на ваше выступление Погнали Как называется песня Прости Если называется рубль А в полном варианте Лучше рубль в кармане Чем 100 таких вот корешей Под дверями Сейчас я подожди А смысл А вы пойти Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И набрива И набрива во всех углах Поэтому 18 заготовлено Неожиданно закончилась песня Позитивные ребята У нас не только в России И далеко не только в России По всему шарику Огромная аудитория Которая вне страны Живет по разным причинам И слушает с удовольствием Программы «Живые» В том числе и радиостанцию В целом И знакомится с творчеством коллективов И несет это все туда в массу Вот например У Александра в Кентукке Есть сосед Но там же принято жить в домах У него сосед В соседнем доме живет Джекль Джон Сейчас не помню Джон по-моему Такое редкое имя для Америки Вот И он периодически включает Этот Александр Включает колонки у себя На полянке На своей перед домом Ну и слушает программу А тут к нему Садится рядышком И тоже слушает Особенно прикольно Когда у нас группы По-английски поют Особенно хорошо Когда ребята Поющие по-английски Поют это без акцента Ну то есть вот как надо Редкий случай Когда мы зовем кого-то Кто плохо владеет английским Поет по-английски понимаешь Из Воронежа группа Да точно Вот И он сидит там Это Джон И вместе с Александром Из Кентукки Пьет пиво с чипсами И говорит Вау круто Это Россия Он говорит Да это Россия Удивительно говорит То есть мы так потихонечку Знакомим и американскую публику С творчеством российских коллективов Я думаю что и ваш коллектив А Джерри его зовут Вот как в мультике Том А вот это Джерри Александр за Том А Джерри за Джерри В принципе Джерри играет сам себя На поляне у Александра перед домом 46-47 Это короткий номер для смс Ваших 46-47 Сначала свои пишите Потом уже все ваши вопросы Или эмоции Пожалуйста делитесь Что касаемо смс-портала Дальше читаю все Что стебные, веселые, драйвовые С очень крутыми текстами А что еще нужно Спрашивает Александр Жилин Что касаемо стебности И веселья Ну это хорошо Безусловно Это смысл жизни Вероятно это такая Составляющая чисто характера Но ведь один Не один же ты такой стебный, веселый Пацаны ты немножко посерьезнее Вы знаете вот Да Не люблю эти отклонения серьезные Но вообще вот понятие стебность, веселость Вот есть поверхность Есть глубина Скажем так Это выглядит в одном контексте А я это мог писать И делать в другом Я просто считаю Что саможелением Грушки и тоской И причин для этого много Занимаются и так Ну достаточно количества людей Себе жалеть Никому это Ну кому это надо Мне самому не надо себя жалеть Понимаете Вот поэтому у нас получается Вот такой вот подход Это как единственная группа Которая признаю Русскоязычная Гражданская оборона Она за счет своих фанатов Считается так сказать Определенным Говнопанком что ли нет А это человек Который вот реально Прямо вот поэт И он дал толчок Он так сказать Тоже изучал материалы Определенные Но он дал хороший толчок Это человек Который И за пределами России Воспринимается людьми Как что-то аутентичное Не что-то слизанное Запада Как вот русский рок Пошел и строился И воспринимает его как Гражданская оборона Все идет по плану Черные очки Колючая проволока Говнари Все А читать его можно На самом деле Словарный запас пополнять И отсылается Если он отсылается В своих интервью На книжке фильма Их реально стоит посмотреть Так и у нас Блесно Ну молодец Нет что Миш Я очень люблю людей У которых есть Есть что взять На самом деле Я тоже считаю Что всю жизнь надо учиться Есть кому взять Есть кому взять Надо всю жизнь учиться И когда человек Досик какого-то уровня Так или иначе Нельзя останавливаться Ни в коем случае Очень приятно Что Вот человек пишет Что мне одному вокалист Напоминает Володю Из известного сериала Про реальных пацанов Пишет Андрей Игоревич Но вы не путаете Манеру и наполнение На самом деле Ну человек Немножко такой Вольной формации Правильно В торец заехать Можешь по любому поводу Ну что делов Давай прямо говорить И послать можешь Куда надо Ну когда надо Но при этом Может быть и душевным Могу быть добрым Добрым Ласковым Вот Женьку любишь свою? Вот я представляю себе Как ты Сюська С ней С этой малявкой Все Слеза скупая Мужская Покатилась по щеке Я считаю Это надо делать А не говорить об этом Абсолютно с этим согласен Значит а можно узнать У басиста тоже дочь Кстати есть Еще вернемся Подожди Недавно ее ударил Кого? Она заплакала Он говорит Ничего страшного Кто кого ударил Ты ударил? Он А он Иди сюда Она у него уже успела упасть Сломать шкаф Как он уже успел сказать Крупненькая девочка у тебя Говорю что думаю Думаю что говорю Значит а можно узнать Кто и чем занимается В свободное время И где кто работает Спрашивает Константин Твердый Давайте мы к этому моменту подойдем Ну наверняка же Зарабатывать как-то на жизнь надо Чем ты занимаешься скажем Я занимаюсь Я занимался всем чем угодно Начиная от кладовщика Вот А в данный момент Мне немножечко повезло Немножечко приложил усилия Я занимаюсь Закупками из Китая Транспортной логистикой Это знаете это лучше Ну в общем да Я вам скажу чем Китайцы народ спокойнее На фуры смотреть Китайцы Ну ты имеешь ввиду продукты что ли Закупка продуктов или что Нет болты гайки всякая ерунда А вот такая Метиза это называется Ну не хотел публику пугать Ничего я тоже немножко Интеллигентно образованный человек Понятно Метиза это называется Так что Первый раз меня работа не напрягает Я еду туда и прям Получаешь удовольствие Ну практически А в чем заключается В чем работа твоя Отправить туда Приехать оттуда Общение так сказать С заграничными ребятами Найти кто делает лучше Кто делает подешевле Привезти договориться Транспортника То есть это тот случай Когда включается голова Разностороннее общение Каждый день что-то узнаешь Попутно учишь язык То есть ты даже Когда ничем не занимаешься Ты не занимаешься тем Что ты вот сидишь английский читаешь Там какие-то времена вспоминаешь Еще какие-то вот такие дела То есть это развивает голову Ты еще английским владеешь? Вы знаете вот Владеешь громко сказанно Но понять могу Меня тоже наверное могут понять Раскрывается человек как Раскрывается Это же клево Я думаю что сегодня В вас влюбится огромное количество людей Ну просто потому что Масса неожиданных моментов Казалось бы Да Вот за той броней Такого пацана с района Да А скрывается Смотрите какая глубина-то Это круто Миша Микрофончик Иди-иди Я? Я тебя Арих Ты же у нас бас? Да Бас Тогда давай будем басить Сколько твоему лельку Кто? Мальчик, девочка? Девочка Так что девочка? Тоже девочка? Ну вот 11 месяцев почти Да и малыши пока что Обалдеть Ну мы сами конечно еще не очень выросли Поэтому Хорошо что ты понимаешь Чем ты занимаешься по жизни? Ювелиркой Да У нас группа разносторонняя И это еще не все Вы знаете просто В смысле В каком смысле Что ты делаешь Ну цепочки там всякие Делаешь Производишь или что? Ну да Делаем Ну то есть ты сам Ну в мастерской Да Не ну не своя конечно Там Ты сидишь и делаешь Всякие украшения Да То есть твои всяческие Как сказать Изделия носят люди Носят женщины На пальчиках Ну не только женщины Мужчины Ну хорошо пускай мужчины дети Ну то есть это цепочки Колечки и так далее Ну да Совершенно верно Ну неплохо себе Профессия хорошая Но опасная правда Ну да Жалко что не очень хорошо Оплачиваем мы Да ладно Да После кризиса Как-то подубавилась работа Скажем так То есть золото само по себе Стоит дорого А платят за эту работу Немного да Да Ну как всегда Через пятые руки Проходит и на карман падает Понятно Не тем кто делает Но работа творческая Ведь тебе же нужно быть художником По сути дела Или как Ну монотонная Скорее чем творческая Нет ну ты же Творческая вот у барабанщика Подойдем к нему Ты же мастер То есть ты же получается Не делаешь по штампу Как-то Ты же должен как-то красиво Или что Ну конечно Вот изделия Я прихожу например В ювелирный магазин Я смотрю на то Что я хочу подарить Скажем любимой женщине Условно говоря Да И выбираю какое-то изделие Там всякие завитушки Это твоя работа Ну отчасти Скажем так Значит ты художник Всех секретов не будем раскрывать Значит ты художник Ну я бы так не сказал конечно все равно Ну пусть будет так Блин они еще и скромные Смотри какие Спасибо с тобой ясно все Вернигороди сюда Ты из третьей Давай мы с тобой с третьим И поговорим Дети есть? Нет слава богу нет Сейчас взял и обидел Двоих музыкантов Своего коллектива Да пускай это Обижается Будут плакать всю ночь А чем ты занимаешься? Кем работаешь? Я работаю примерно тем же самым Чем и Миша Головой Языком Какой из Миш? Не тот который ювелир Так Ну то есть у меня примерно Похожий путь Но он немножко длиннее Чем Михаила Нашего фронтмана То есть тоже я работал В свое время грузчиком Кладовщиком Потом как-то резко получил Что я переселился В Ну около снабженческой деятельности В основном это логистика ВЭД То есть работа с таможней Международной перевозки Прочий бред Короче На компанию Нормальный бред А это будет реклама Если я сейчас назову Нет у нас все можно Но я работаю на компанию Пирели Ну бредом занимается На компанию Пирели Работает человек Вы знаете Когда я прихожу Уже Я понимаю Наработал бы на российскую Какого-то Третий-четвертый год Я прихожу в этот офис А у нас в принципе Считается более-менее Демократично Хотя Прям дух Корпоративной этики Он стоит Прям Как в общественном Ну вы поняли Приходится Вот ходишь уже Третий-четвертый год На эту работу Как бы Ну грех жаловаться Все хорошо Но Это Омертвляется что ли То есть ты считаешь себя Планктоном офисным Ну Не хотелось бы так себе считать На самом деле Ну ты говоришь об этом Как будто бы Ты считаешь себя таковым Ну да Почему же так-то Отчасти так и есть Отчасти тебя твой начальник слушает Скажи мне Надеюсь что да То есть ты ему в лицо Сказать этого не мог Почему Решил это сказать прямо сейчас Почему Он прекрасно понимает Зачем я прихожу на работу Получать зарплату По сути мне все равно Больше меня там ничего не интересует Честный человек Честный человек Беляев сейчас так это сплюнул Честно сказал Молодца Ну что Спасибо за честность Давайте мы теперь уже К ударнику Труда и производства Никита Привет Дети есть? Нет Дети нету Хорошо не сказал Слава богу А чем ты занимаешься Чем зарабатываешь на жизнь? Ну я изначально С самого начала Пошел по медицине Вот Работаю зубным техникам Ну это стоматология Протезами занимаюсь Ты их вставляешь Или выставляешь? Нет Я их делаю Моя часть техническая То есть ты тот человек Который делает Красивые зубы Ну да Как Михаил сказал Художник Вот А дальше уже тот Кто вставляет Покупает Дальше стоматолог Стоматолог Да Окей Ну что Хорошая профессия Между прочим Она должна оплачиваться неплохо Ну не жалуйся Вот Хорошо Хорошо Все Корцы выяснили все Что касается жизни Ну я имею ввиду Бытовых таких моментов Как ребята зарабатывают себе На хлеб А как они занимаются творчеством Вы слышите Периодически Вот сейчас надо что-то спеть Че это будет? Песни будут называться Старый хер Очень правильное название Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Stay away Погнали Когда-нибудь ты станешь Старой мразью Если до этого в своем В солярисе не крякнешь На полпути санапы Как лошара Улетишь в губе Заляпаешь кишками Новый Навигатор И айпэд Когда-нибудь ты станешь Старой Сукой Противной Самому себе Детям и внукам Будешь вонять мочой И в полицейнике Врачей бесить Все ждут Когда ты сдохни Чтобы Твою хату Попилить Чтобы хату Чтобы хату Поделить Деда, надо Крематорий Валить Когда-нибудь я стану Подонком старым Но рок-н-ролла не предам Клянусь твоею мамой Я разводить котов не стану И на балконе И на балконе коз А сердце остановит Ванной Многократный Переду Когда-нибудь я стану Старым Хером Но не из тех, Кого Альцгеймер Подуделал Буду гулять В районе школ Плазеть на старших Плазнет Свистеть им в свет Порой подряд От глазных занят Редактор субтитров Да когда-нибудь мы все станем старыми Ну опять же, очень хотелось бы, чтобы душа при этом Да, старым, но не старым хером Молодая А не вообще, старым хером Ну да А не просто старым Душа должна быть молодой, на самом деле А все остальное мелочи жизни Тут есть один вопрос на смс-портале Человек задает его сознанием Я так понимаю, что есть какая-то с этим связанная история Но я его задам чуточку позже И вообще мне интересно было бы на реакцию посмотреть Значит, Стас Крутовский пишет здесь Это в чате у нас Это чат планет пишет Ой, я даже чаем поперкнулся Я сейчас одно буквально Опять же, один маленький момент Я периодически это делаю Потому что люди путают, ну скажем, некие понятия Станция у нас независимая В принципе, мы можем себе позволить какие-то вольности Хотя за вольностями стоит определенный тоже запрет Естественно, никаких матерных слов в эфире не употребляется Что касается слова «хер» вообще, в принципе Да, я напоминаю всем тем, кто поперхается чаем периодически Старославянский язык Азбуки, види, глаголь, добро, есть, ну и так далее Буква «х» называлась «хера» Это совершенно нормальное слово Если его употреблять опять-таки в каком-то контексте Гораздо страшнее, скажу вам по совести И это мало кто знает Произносить в эфире, ну типа вот Попасть в просаг Те, кому интересно, могут поинтересоваться Полезть просто погуглить, что такое просаг А подчеркну, у женщины И тогда вы будете, наверное, немножечко больше Кажется, это в жморках было, да? Ну и в жморках тоже Люди пользуются родным языком, не понимая, собственно, его И как-то так употребляя слова, не очень как-то вникая в смыслы Поэтому здесь все в абсолютном порядке Итак, вопрос, который на смс-портал пришел 908 это префикс телефона в Воронеже, да? Не, не знаешь? Нет, не разбираюсь Ну как, у тебя мобильный есть? Да, купил Первые какие-то рецепты? Ну-ка После восьмерки 951, а дальше не скажу 951, ага Может, мне мама разуськивает, дозвониться Вот я не могу 908 не воронежский? Нет, я просто воронежский А, кстати, его мать постоянно вот так вот звонит Я не думаю, что его мама такой вопрос задала бы сейчас Хамский? Нет, он не хамский, он тонкий И разбираются в этих деталях только люди, знающие тему Вы понимаете, потому что я говорю об этом Я тоже тему знаю Stay away А как повлияло творчество Пьера Вудмана на вашу музыку? Не, хотите, хотите Для тех, кто не очень в курсе, не надо расшифровывать О чем речь люди погуглют, поймут Понятно Как бы если из французского творчества Там люди знакомы только с Пьером Вудманом Я, конечно, не знаю Пьер Вудман, он не на творчество повлиял Он на другое влияет Да, конечно То есть это такой попкорн Но на творчество, я думаю, он... Нет, да? Не тянет он А на сознание? А на сознание? Да и на сознание он, как бы Честно сказать, мужик не тянет Не тянет, да? То есть ты лучше? Тихо, тихо, тихо В тупик загонять не хотел Но в любом случае звезда, знаменитый человек В тупик скромности? Да, да, да Знаменитый человек В общем, можно стать знаменитым, судя по всему, на любой почве Только главное быть первым, наверное, в этой путь Нет, никак Я говорю, ребятам, поймите меня правильно Смотреть надо немножко глубже Это хорошо, конечно, оторваться, поугарать Но вот на самом деле Вот у нас, по-моему, 62 песни Студийные записи Шесть альбомов Шесть альбомов? Да, нет За шесть лет Нет ни одной песни ни о чём Вот, на самом деле Ты отвечаешь за свои слова? За базар отвечаешь? Да А хорошо, если ни о чём нет Если песни исключительно со смыслом С глубиной, с подтекстами То тогда откуда ты берёшь это всё? У тебя рождается идея песни После просмотра фильма, не знаю Или после увиденной какой-то истории в жизни Или после того, как в магазине Супермаркете продавщица наорала на покупателя Я считаю, что вот когда ты живёшь В течение своей жизни Ты постоянно чем-то занят и увлечён То есть я был совсем небольшим Я занимался тем, я собирал комиксы У меня был постоянный интерес и стимул Я хотел найти новый журнальчик Собрать их, складировать Аккуратно к ним относиться Дальше подрастаешь Я перешёл в фазу меломании Начал увлекаться русским роком, соответственно От БГ пришёл к гражданской обороне Всё это изучил, посмотрел Потом посмотрел на такие вещи Какие-нибудь Студжес Velvet Underground, CBGB Вот эта вся тусовка Туда у меня перешла И попутно начал тренироваться Сочинять тексты Сам Слова, да, собирать во фразы Мне что не нравится в русских песнях Это текстовая составляющая Она часто Мне нравится Да, она часто очень кривая и неграмотная Неграмотная это не в том плане Что человек может специально неправильно поставить ударение Или исказить А когда вот прям, ну явно видно Что автор, ну немножечко как бы в школу не доходил А потом вообще никуда не ходил А в институте там Как-то тоже всё решалось не головой Либо головой Вот, ну Я сейчас спросил, ты школу Извини меня, конечно, за такой вопрос Золотую медалью закончила, что ли? Нет, у меня есть четвёрка Так И тройка по химии А институт? Институт? Институт четвёрка-пятёрка А откуда тогда такая грамотность? А может быть прям такой-то и нету? Я Егора Летова слушал Но при этом нет Я, честно сказать, вижу перед собой человека Который отвечает на мои вопросы сейчас прямо и честно Это замечательно И я уважаю такой подход Я тоже за русский язык Я, кстати, тоже очень переживаю и дёргаюсь Когда люди не знают и употребляют слова Не понимая, какие ставят ударения дурацкие Совершенно согласен В общем, с того момента я начал писать Недавно это всё выкинул Там что-то получилось порядка трёх тысяч песен Такая типа тетрадь Это была полная лажа И когда я понял, что выкинув это Что следующее можно уже обнародовать Тогда мы уже начали вот с товарищем заниматься Я продал свою коллекцию дисков Я понял, они мне не интересны Мне теперь интересно то, чем занимаюсь я Я уже всё Я не испытываю вот такой вот фанатизма, меломания Я, конечно, успел там и Летова застать вживую Даже немножко поговорить с ним На концерты ездил Не только в Воронеже, не только в Москву Я понял, что здесь этап завершён Теперь я прихожу к собственному Теперь для меня моё увлечение, моё хобби Это музыка, это записи Это какие-то вот там гастроли, вылазки Вот, хорошо, что сюда приехали Надеюсь, не последний раз Окей, кто сказал, что последний Шесть альбомов Какой из них был последним, как назывался? Последний альбом назывался «Нищеброд» этим летом А вы поёте сегодня песни с какого? Или со всех сборочек? Всё на свете Мы никогда не привязываемся к тому, что вот последний Окей, а тогда следующий альбом когда будет? Наверняка же есть масса планов уже Их следующий альбом может будет как бы не этим Новым годом Ну не в этом году? Может в декабре, а может в январе А, даже так? Да Вот оно как То есть вы готовите уже в принципе А, сегодня премьера будут звучать? Папина ВИЧС Да, вот Вудман тоже на неё не влияет Эта песня немножко глубже Это хорошо, потому что наверняка ваши поклонники Те, кто знает творчество Будут сейчас обрадованы тем, что появится что-то новое Для них неизвестное Да Стас Крутовский пишет вот, что В общем, как ни крути группу слушать на постоянном режим Так, ещё раз внимательно отчитаю Текст, в общем, как ни крути Группу слушать на постоянный режим поставлю просто за то Ага Что поднимаются очень интересные темы За это в своё время Люмин любил Ну что, приятно, когда музыканты оценивают Вернее, не музыканты, а творчество коллектива Оценивают ещё по темам, которые поднимаются в песнях Это вообще замечательно А ближе к зрелости не будет ли мысли, как у группы Нитро ПРПБ Когда мне будет 60, надеюсь, внуки не простят, что я такой дегенерат Я не думаю, что к этим ребятам это имеет отношение В своё время меня порадовала очень фраза, что пришло Скоро наступит время бабушек, не умеющих жарить пирожки и с татуировками на задниц Но это вот как раз то поколение, которое девочек начали забивать себя татухами Но при этом совершенно никак не подходя к домашнему хозяйству И, в общем, это время тоже, наверное, всегда было своим У каждого своё А это время очень может прийти Почему же тогда мы должны быть, или не мы, а люди, которые поют такие песни Должны чувствовать себя дегенератами Кстати, вот ещё момент, прежде чем... Какая будет песня сейчас? Сейчас будет песня дальше Окей, прежде чем споёте эту песню, вот какой момент Ты человек глубокий, философствуешь, это здорово С тобой приятно пообщаться просто так Без всяких текстов и без всяких тем А ты не задумывался, например, того, что какое-то время спустя Ну, просто хобби музыка Музыка — это хобби, это не профессия Пока что Ну, пока не стало Безусловно Так как пока не кормят Придёт время, когда супруга твоя, хоть она и барабанщица, да И она понимает, что такое музыка Скажет, ну, знаешь, как, что-то я подустала одна здесь Ты мотаешься, то там концерт, то там выступление, то там А я одна с Женькой тут торчу И, в общем, меня это не устраивает Давай-ка, дружище, ты решай для себя Либо музыка, либо домашнее хозяйство Что скажешь? Она мне говорит, сейчас ребёнок подрастёт, я буду с тобой ездить У нас разговор вот так идёт Всё понятно Тогда у вас всё прекрасно Тогда великолепно Тогда вообще вопросов не возникает Никаких проблем, я думаю, у вас дальше не возникнет Будут майком торговать Ай, браво Ну что, погнали Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня Stay away Егор Твороныш Ожидание чуда Теряясь годами Превратились в луду Для себя сами Среди клеток и камер Жёсткая паранойя На трусину с руками Тянется головою Пустота Наступает безометно Наверное, я вчера ещё был Свободен, наверное Я вчера ещё мог От земли оторваться А сегодня без ног Инвалид и без шансов Дай лишь Что будет дальше Не знаю И знать не желаю И знать не желаю Внутри, снаружи, одинаково пусто Ещё один день прошёл Ну и путь с ним прошёл Ну и путь с ним прошёл Парки Сковали новостройки В постоянной забарке И боевой стойке Здесь всё в одно утро Стало как-то странно Нашу юность принёс Ветер с милой водохраной Уходят герои Далёкого детства Уносят собою А стол без сердца У мира души Почти не осталось Рукой помаши Привет, моя старость Дальше Что будет дальше Не знаю И знать не желаю И знать не желаю Внутри, снаружи, одинаково пусто Ещё один день прошёл Ну и путь с ним прошёл Ну и путь с ним прошёл Дальше Что будет дальше Вряд ли Я стану старше Вряд ли Я стану старше Останусь подростком И одиночкой В пути из воска Пылающей точкой Пылающей точкой Ну как ни странно Может быть, я сейчас скажу глупость Но, по крайней мере, чисто ассоциативный ряд После прослушивания этой песни Такой советский рок 80-х К панку не имеющий никакого отношения Во-первых, двойной, ну, бэк-вокал Во-вторых, сама по себе ритмика Музыкальные ходы Оттуда Скажи мне, я уже понял, на какой музыке ты рос Я понимаю уже, откуда всё это Но, опять-таки, если вернуться чуточку назад Вот та эпоха Ну, скажем, рок 80-х Не русский рок, который стал Каким-то совершенно невероятно теологическим термином Святыня, блин Русский рок — это некая группа людей Которые Как в своё время сказал Градский Когда русский рок Он фразу такую сказал Это жуткое явление русский рок Появилось в тот момент В 80-х годах Когда музыканты разделились на два лагеря На тех, кто умеет играть И кто не умеет играть, но сочиняет типа умные тексты Вот те, кто умеет играть, уехали на Запад Многие играют там до сих пор В хороших коллективах Просто об этом мало говорят Но играют действительно классно А те, кто играть не умеет Ну, 3-4 аккорда освоили достаточно Пишут умные тексты Вот это вот и есть русский рок Это не мои слова Это цитата Но в этой цитате есть доля истины И когда мы говорим о русском роке Я всё время с этим Я с пеной у рта спорил с людьми Ну, с танкистами я их называю Такие, да, которые упёрты Что русский, он потому что поют по-русски А рок, потому что роковый риф Ничего больше в этом термине нет А меня пытались убедить в том Что русский рок это гораздо больше Это душа, это берёзки Это рваная вот такая рана Это надо, чтобы про осень Да так, чтобы слезу вышибала Это уж шансон, правда Ну, не важно Это русский рок Понимаешь? На мой взгляд, Орёвский, это Которгов его, наверное, да? Ну, да, и к нему тоже в том числе На мой взгляд, опять же, ещё раз повторюсь Кто-то там в каком-то из комментариев В Ютубе я обнаружил Когда эта чайка перестанет завидовать Группе Кино и Агата Кристи Шоу им всё время русский рок А чего мне им завидовать? Я не музыкант И к музыке отношениями очень опосредованные Просто я очень не люблю Когда люди кумиров создают из ничего Когда люди делают святыню из пустого места Когда люди верят в то, во что верить В принципе, глупо было бы Но делают это так свято и так священно Я вообще считаю, что фанатизм Это... Вот болельщики футбольные — это клёво Фанаты — это больное место, да? Верующий в Бога человек — это хорошо Фанат — это очень больно Это очень плохо Именно фанаты и превращают весь мир В абсолютное говно По-другому не скажешь, да? Именно фанаты сносят Вот сейчас в Сирии, да? Сносят исторические памятники Потому что они сносят прошлое Потому что они не хотят этого прошлого видеть Фанаты в своё время большевики Посносили царские памятники Идиотизм абсолютный Абсолютный идиотизм Так вот, те люди, которые верят В святую корову русского рока Хорошо, что ты от этого отошёл, слава богу Они, на мой взгляд, абсолютные фанаты А фанатизм близок к дегенератизму На мой взгляд Слава богу, что есть музыканты Их много в России Кто это понимает И идёт другим несколько путём И осваивает другие пространства Что-то я разошёлся, да? Нормально Понесло меня Записывайте Понесло Это всё, конечно, всё в интернете Я этого не стесняюсь Конечно Но разошёлся я потому, что понимаю прекрасно Что песни у вас короткие, блин А те пять, которые петь нельзя В общем, я в эфир позволить пустить не могу А заполнять время надо Итак, добрый вечер Отличный панк Слушаю и получаю удовольствие Слышал, что группа спела с операцией Пластилин С кем из коллег по цеху Ещё группа сотрудничала Спрашивает Влад Шакин Ну, Йорш, ты уже вспомнил Операция Пластилин тоже с ним что-то было, да? С Йоршом была у нас одна песня А с операцией Пластилин Толик Воронеж приезжал Прям в субботу он гулял С своей девушкой И мы с ним заехали на студию Две песни записали Вот эта песня есть с его участием И есть ещё одна Это, которая была только что? Да, песня дальше С его участием Я просто, так сказать С операцией Пластилин с Йоршом Почему у нас ещё и получилось Общаться нормально Это одни из немногих команд Кто добившись определенного уровня Определенной планки И способны уже окупать Своими гастролями Струны, пиво, переездки И даже жене Два рубля там на колготке Привезти после гастролей Эти ребята, они как бы Сохраняют уровень общения и открытости Абсолютно верно Очень открытые С ними можно сесть И они знают, что от тебя Они явно ничего не получат Так сказать, коммерческого предложения От тебя не поступят Просто вот потому, что им и понравилось Это правда Это правда Мы нежно относимся и к темам Вообще это нежно относимся к тем музыкантам То есть, в общем, это совместки не за мзду Это, скорее всего, идейная история А что касается Йоршана Маленькая история Кстати, вам, может быть, будет полезна Потому что шесть лет коллектива Это срок, в общем, серьезный Еще через пару лет могут возникнуть вопросы Друг к другу А что это, да? Йорш в свое время ехал на программу «Живые» Еще на нашем радио она выходила тогда С мыслью Они нам в этом признались Отыграть в программе И повесить гитары на стенку Знаешь ту историю, да? И вот после этого эфира После того эфира Год назад с лишним Он проходил Два даже года Вот Юля подсказывает Два года назад Они получили свою, так сказать, долю Благодарности от аудитории И после этого у них все пошло Никогда нельзя опускать руки Никогда И Сокол это знает И Сокол понимает Да ему бог здоровья Что если он опустит руки Я ему этого не спущу просто Потому что это будет свинство с его стороны Я ему спущу И это будет подстава уже Вот И поэтому они сейчас пашут Дай им бог здоровья И слава богу Что они не останавливаются И вам я не рекомендую Ни в коем случае задумываться На предмет того Почему у нас нет пока что 50 концертов в год А можно я прямо это Буду? Ставлю свои три копейки Конечно ставлю Мне кажется Как уже часто стали говорить То что молодая группа Получает свой статус Через 10 лет существования Ты внимательно слушаешь программу Молодец, да? Конечно В общем Вот этот период так называемый Когда распастся Он знаете когда присущ Когда группа Начинает играть Для того чтобы чего-то добиться Когда покупаешь Например себе Хорошую удочку Спиннинг Ты же не хочешь поймать рыбу И купить этим Машину не в условии несчастных Ты это делаешь Просто потому Эту рыбу можно пойти и купить Набухаться можно вообще Пойти там в другом месте А ты едешь Потому что тебе нравится процесс Очень хорошо Ты может быть возьмешь Там я не знаю Там свою за три года Зарплату вбухаешь в это Поедешь скажешь Классно Я еду там по буеракам Помесил там все что надо Вот Приехал Ничего не поймал Хорошо посидел Там машину толкали трактором Так и с музыкой У нас может быть года три назад Года три назад Я так чувствую У кого-то там витали какие-то настроения Для меня лично Я просто по-другому не могу Я говорю Я пришел Вот это На гитаре там поиграть Что-то записать Я надо будет и один в студию пойду Вот И возьму музыкантов И мы это будем делать Ну а у народа Просто видимо В жизни все устаканилось Поняли что есть Период когда ты С девушкой Есть без девушки Есть ты работаешь Есть ты не работаешь Все хорошо и все плохо Вот музыка Она оказывается Нужна всегда Во все эти периоды Слушай можно я вот эту Твою метафору про удочку Позаимствую Да Потому что очень точная слова Действительно мы же Вкладываем иногда Бешеные деньги В такие как бы мелочи Да Удочку хорошую Она дорогущая же история И мы же потом Эту удочку не проклинаем За то что мы ее Скупили за такие деньги А любимую Как там Язь Язи Язи вот я так и не поймал Рыбы мечты Почему у нас В той самой популярности Могло бы быть намного больше Но Потом поговорим Не 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 мы об этом говорим сейчас Но если сейчас говорит что Мы просто так сказать Не вступаем там В некоторые отношения С организаторами Мы как раз застали То славное время Купи 20 билетов 30 билетов Поиграешь И прочие вещи В принципе на этих Вещах можно было Выехать нормально Для нас это в плане материальном Ну вообще ничего не составляло Труда Мы всегда Ну ювелир Пропускали любые голосования Любые вот эти вот Контактные темы То есть у нас в контакте Например Я вообще не знаю Нет ни одного специально знакомого Кто бы нам что то делал И мы всегда людям говорим Не вздумай нам ходить там И что то лайкать Что то там куда то делиться Нас это не интересует Нам интересно Именно вот Будет пускай чужое мнение Человек который вообще Пофигу Все И в силу этого Мы общаемся с людьми так Что мы ну не готовы Идти может быть На какие то там Уступки со своей стороны Нас не возьмут На какой то концерт И фестиваль Вот А нам оно как то И не совсем если честно Надо Я считаю что Вот ты занимаешься Своим делом Если ты делаешь Хорошие вещи Может быть ты попадешь Там на буквально Считанное количество Мероприятий Нужно С нужной аудиторией Целевой Там Будет свой толчок Может быть через 3 года Может через 4 Может через 5 Если ты будешь заниматься Развиваться Человек просто скажет Неплохая песня Копнет скажет То все Ну в качестве примера Еще раз напомню О группе Юрш Которая 10 лет И через 10 лет Начали понимать Что вроде как Никому не нужны И вдруг стрельнули Логутенко Который 14 лет Пел свои песни Непонятно кому И вдруг стрельнул Выстрел Сейчас уже даже страшно Представить Что он 14 лет бился Как рыба облет И у него ничего не получалось Ничего Главное действительно Долбать в одну точку Я все время говорю Что вода капает в бетон Очень точно Даже маленькая капелька воды Прошибает такие толстенные стены В общем вы правильно Рассуждаете братцы Мне это дико нравится Я думаю что не только мне Но просто потому что Такой подход очень верный Мне он видится верным Сколько так примерно По времени песни Которую вы сейчас Сейчас закроете Сейчас уже прошел Заметили Закроем Да давайте Собраем и засечем Не надо засекать Мне нужно понять Мне нужно понять Сколько оно времени На головой Я не знаю Минуты наверное 2 с половиной О отлично Тогда еще есть буквально Несколько секунд Чтобы еще один моментик Обсудить Что касается концертов В ближайшее время Ну хотя бы Тамбов с группой Йорш Три концерта Когда это? Ой Тамбов Тамбов 31 Пенза 4 Иваново 17 Это как раз вот Все с Ершами вместе Да Ну там по-моему вообще Напополам больше никого не будет Окей Ну вот эти люди Живут в тех регионах Они теперь уже это запомнят А в Москве концерты бывают у вас? В Москве может будет Может нет Я пока не знаю Москва это вот как раз Отдельная история Там Там сложнее всего договариваться Там Там надо либо прям прийти И собрать эту Москву Либо Что-то это Понятно Как-то замотивировать Мотивировать не хотим пока Смысл Надо добиться момента Когда соберешь Логично Логично С этим абсолютно согласен Как песня называется Ты сказал? Нет я пропустил Над головой Окей Как всегда живой звук Программе живые Здесь сегодня Стэй Уэй После этой песни Удем на перерывчик После того Вернемся в студию Еще на целый час Погнали Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ты один Изнутри и снаружи один В городе в целом мире машин Ходишь как по сафари пингвин Посмотри За что держишься Кто с тобой Выкинь кламм Перебей конвой Средний палец Над головой Над головой Добавил субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Добавил субтитры Алексею Дубровскому! 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 Ну я не знаю Я не знаю как Но в любом случае Пускай живут с ним Неказистенько все Давай дальше Пауза была долгая Надо как-то петь уже что-то Спеть? Да Споем Давай Песня называется Мы встретимся снова Как всегда живой звук В программе живые Сегодня здесь Посвящается похоронам Нелюбимого человека Ишь ты как ты Стэй вы Поехали! Поехали! Когда свадьба с баяном Субтитры Алексею Дубровскому! В доме огромное количество людей Родственников, чьих только непонятно Еще ни разу не было столько гостей Столько любителей пожрать бесплатно Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И при этом мощно и круто, между прочим Так что все в порядке Евгений Воробьев написал здесь же в чате на сайте Майкуха, давай с первого-второго альбома Сыграйте песни, кто такой Евгений Воробьев? Я не знаю личность Насколько реально-нереально, но прям вот Как мы появились в интернете Он что-то прям как-то балдеет То есть фанат, фанат Женя через полторы песни будет Как хотел То, о чем он просит Это один из ваших таких ярых фанатов, как я понимаю Да, но у меня вот такое сложилось представление, что человек Ну с умом дружит Ну это ж хорошо Хотя вот иногда кажется, что нет Ты сейчас дипломатом попытался выйти Немножко так издалека Ну хотя, Женя, тебе привет Дерзард, так человек, вот что он написал Как сказал недавно мой друг Стэй Уэй, для меня такое же по значимости открытие Как гражданская оборона и королюшут Я был впечатлен, выходит, не зря научил Ну вот нормально, когда вас уже сравнивают, да? Нормально, нормально, так и надо Да, здесь оба мертвые В принципе, нормальное сравнение Нет, ну Я думаю, что только жены напишут нам Чтобы хоть как-то там заполнить Жены, ну я не знаю, может быть, это мама написала СМС-ку на 4647 4647, свои пробелы Очень короткое сообщение из двух слов А дальше смайлик с поцелуем Басист Душка Да, это жена номер 810, три последние цифры номера телефона Ну-ка вспомни Ну жена, но может быть даже не его Так, не жена Ну просто смотрят картинку люди, вот оценивают Ну такого ни его жена не могла сказать Басист Душка? Да Почему? А как бы она сказала? Она, наверное, с фейкового номера, наверное, написала Понятно Но люди оценивают это хорошо Значит, про пожрать Пишет Илья Прозоров Друзья, расскажите о своих вкусовых пристрастиях Что любите есть, в чем себя ограничиваете Неужели все было так плохо, что мы сейчас... Не знаю, нет Почему человек интересует, что едите Почему-то Илью это интересует Я не знаю Давайте поговорить Ну, в Макдональдс сейчас поели Ну, когда приехали Не привередливые Абсолютно, как бы, вот эта тема, которая вообще не интересна никоим образом То есть, еда для вас не культ Да, я даже не знаю Это прям тупик какой-то Белки там, углеводы, жиры Едим То есть, нет, ну ты считаешь, сколько белков съел за день, сколько углеводов, сколько чего? Ну, иногда бывает, да Вон, левторист недавно в качалочку пошел Че попало, то попало Кто попал, пошел в качалочку, прости? Ну, гитарист наш Филипп Ему надо, да Да, ему надо Он раньше был худее Его так и говорили люди противоположного пола Парень, тебе надо Он верит людям противоположного пола Значит, вот есть тут человек, который пишет вот что Добрый вечер, вопреки всему Пишет человек по имени Александр Шуваев Имею честь быть Вот нормальная формулировка, да Вопреки всему Имею честь быть знакомым с творческом, с творчеством представленной группы Засем оставляю за собой право, пишет Александр На звание хита их произведения под названием «Лови свой кайф» Кое хотелось бы услышать сегодня в прямом эфире Нет Она одна из тех, которые нельзя пить, я так понимаю Да Спасибо, что понимаешь Александр, извините, но какие-то вещи в эфире прилюдно исполнять нельзя Так, в записях, пожалуйста, слушайте на здоровье, получайте удовольствие Но сама по себе формулировка Александра Вопреки всему, имею честь быть знакомым Мне думается, что не совсем она верна Просто, скорее всего, человек из Воронежа Я не заглядывал в профиль, вероятно, из Воронежа Просто потому, что знает ваше творчество И знает песни, называет какие-то хитовыми Что касаемо хита Вот что или какие из песен Вы сами считаете своими хитами? Мне просто любопытно Будет через две Вы спели до сих пор, не спели ни одной хитовой песне? Это будет то, что мы считаем А то, что остальные считают, было вот Ага Ну, в общем, чаще всего, действительно, музыканты А проверим, кстати, этот постулат Музыканты редко знают о своих хитах Они просто не понимают иногда, что та песня или иная, она является хитом Вот как, например, история с Чаифами Это Гройсман рассказывал, их продюсер На предмет того, что писали они альбом И как-то шутки ради записали песню Аргентина и Майка Пятна Ну, просто так Вот просто так И она не вошла в альбом И они не хотели ее ставить в альбом А Гройсман настаивал Поставьте ее в альбом Говорит, не, не будем Нужна даже глупость Это же так, шутка Гройсман втихаря Ну, продюсер, да Но все-таки взял на себя такую наглость и смелость Втихаря Перед тем, как отправить компакт-иск-болванку Уже в печать Вставил туда эту песню Просто сам, своими собственными руками Перекрестился и сказал Будь что будет Вставил и отправил И в итоге с этого альбома Пожалуй, самая яркая эта песня Оказалась именно она Ее поют сейчас все И даже те, кто терпеть не может русский ром Ну, потому как она вот такая забавная Смешная и вполне себе актуальная Так что иногда Нет, не то слово Чаще всего музыканты сами с трудом понимают Что у них хит, что нет Они оценивают с одной стороны А аудитория совершилась с другой Вот проверим, кстати, сказать Какая вы песня хита Через одну, ты говоришь, будет Та, которую вы считаете хитом Сейчас исполним хитом Хорошо Хорошо, да И проверим реакцию Хитома покуражиться И проверим Проверим реакцию людей На самом деле Так ли это Как вы себе считаете Хороший панк С достойными текстами Давно такого не попадалось Пишет девушка по имени Юля Да, ну, в общем, действительно Хороший панк С достойными текстами Редкость Но есть Особенно если иметь в виду свое радио Мы-то очень трепетно относимся К тем музыкантам Которых приглашаем в программу И в ротацию Я беру с удовольствием Именно тех, кто Смыслы несет какие-то Потому что есть масса групп Которые неплохо играют Но при этом послушаешь их тексты И понимаешь, что это все Никуда Бывает наоборот Вот то, что наоборот Меня привлекает Когда люди, может быть, и играют Не очень хорошо Но есть глубина какая-то Вот это, мне кажется Более таким достойным Внимание Потому что научиться играть Все равно придется им Куда деваться Вы знаете, в Воронеже Я врать не буду Ну, больше 400 групп Огромное количество Сколько? Больше 400 групп В разных жанрах Секунду, секунду В разных жанрах А, ты имеешь в виду вообще Всех жанров Да, да Вот, огромное количество Из них играют Более чем достойно И более 10 лет И они никуда Никогда не вылезут Я их вот прям Слушаешь и понимаешь Смотришь Все их творчество Оно вот прям направлено на то Чтобы играть Хорошо Вот сейчас сыграем Рок-н-ролл Подожди, а почему они Никогда не вылезут С твоей точки зрения? Плохая, хорошая Я ее делю Живая и неживая Вот есть живая Выходят ребята Им там 16 лет И понимаешь Что если они этим будут заниматься Через 10 лет Это прям будет бомба Если они будут Сами развиваться Развиваться в музыке Это чувствуешь Мне кажется Нельзя не почувствовать Я вот в Бангкоке Когда попал на фестивальчик Вышли ребята Я их слышать не слышал Может потом Никогда не узнаю Это было до такой степени Своеобразно, колоритно Вот ребята Может быть лет по 15 Было 3 группы Потом мы пошли спать Вот И все 3 группы Я говорю Если бы это было Хоть как-то более доступно Чтоб я мог тут до 2 часов ночи сидеть Я бы сидел бы просто Вот так бы И смотрел Открыв широко глаза Ну это наверное как группа Total Confuse Которая в Воронеж приезжала Она абсолютно неизвестна Вообще ни в России Ни в Германии Немцы Приехали на старом микроавтобусе Разбитом По-английски только По-немецки говорят Ну Не слово по-русски Приехали в Россию В Тур Это было просто Бомба реально Выступление Вышли чуваки Принесли вот такие гитары Сделанные просто Из кусков дерева Сами спилили все С хреновыми записями И сыграли так Что как будто Вот так серты раскрыли Но им конечно Не хватает того Что если приезжаешь Приезжать надо почаще И как-то Напоминать Да потому что Мне интересно Вот что Ты упомянул Сейчас я Для себя На этом галочку поставил Ты говоришь Что масса групп Которые играют хорошо Но никогда не вылезут Потому что музыка мертвая Что ты называешь мертвой музыкой Музыка В которую Ты ее слушаешь Даже не свой жанр иногда И понимаешь Что у тебя мурашки идут Вот бывает такое Я иногда встречал То есть я могу послушать Абсолютно Вот любой жанр Сказать Блин класс Вот просто класс Не могу сказать Не то чтобы мне нравится Гитарная партия Просто все вместе От ребят идет Вот какая-то волна Она в тебя попадает А бывает ребят хорошо Классно драйвово играют И думаешь Да я может быть И кино посмотрел Все я тебя понял Да абсолютно верно Вот и мои ощущения Ровным счетом такие же И слушаешь музыкантов Я даже как-то вопрос задавал Масса музыкантов Которые играют В разных группах Ну Это же нормальное явление И вот смотришь на этих музыкантов Понимаешь Что вот в этой группе Они звучат По-настоящему Живо Вот те самые мурашки Потом эти же музыканты В другом составе С другим названием Другой вокалист условно говорят Вроде все классно Они же играют хорошо Они черти профессиональные А вот жизни нету Слушаешь их И понимаешь Ну вроде все качественно Но как-то не цепляет Как-то не берет Так что с собой абсолютно На все сто согласен На все сто Давай дальше петь Что это будет? Дальше будем петь песню Будем петь песню Называется Волшебник Лешка Это пока еще не хит О котором ты говорил Ну она вот хит для него Хорошо Как всегда Живой звук в программе Живые Здесь сегодня Stay away Поехали Надоело все Я из рук вон Ни о чем Хочу быть отчет С нигерем Быть или врачом Улететь от всех Озабоченных дураков Чтоб ножок и мех Чтоб везде Много порошков Эй 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 Девчонка С дулевой печенкой Сейчас с нее тонко Жизнь улыбает Но волшебник Лешка Завидной ложкой Засушит кошки Зачарует молоко Завидной ложкой Завидной ложкой Ага Это добротовник А нет Волшебник Лешка С намученной ложкой Расчертил за рожку И пришел как ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Ну, в общем, я тебе скажу Прав он, когда говорит, что это хит Хитовенькая вещица, на самом деле Вернебор таки прав Народ сейчас, знаешь, зачем наблюдал Внимательно и следил И ждал Расфигачил ли ты гитару, в конце концов После того, как это... Вы знаете, практически ни один человек Расфигачил гитару просто так За эту гитару распигачиванную Было заплачено его продюсером Так как мы тебе ничего не платили Поэтому ты ее убить не будешь А мне вот чай, два чая пока А после гитары распигачил Я понял, но просто наблюдали за тем Кто не видит картинку, надо было просто понимать Понимать, о чем идет речь Вокалист коллектива Михаил Гуляев Лег на пол и играл практически Полусиди-полулер Впал в конвольсе Впал, да И кто-то даже писал О, вокалиста понесло Нет, это нормально Это нормальная реакция живого человека Значит Так 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 Сейчас я прочитаю одно сообщение Только я не очень Будучи девушкой Александра Глубоко огорчена отсутствием песни Лови свой кайф Передам привет Михаилам, Никите и Филиппу Дмитрий, Александр, Екатерина, Светлана Светлана Шелкова, видимо Так зовется Суть по всему, это тот Александр, который просил эту песню А она его девушка Вот она пытается все-таки заставить вас спеть эту песню Но так как А там славу заменить никак нельзя Ну Она у нас Будем честны Да, будем честны Она у нас просто не сделана в этом А, все, ну тогда и говори честно В этот момент Все ясно Тогда ответ дан И никаких других просьб уже На предмет А второй момент, конечно, мы ее просто не любим сами А да ладно А чего так? Вот не знаю Вот первое, которое мы записали Прямо ее воспринимают на ура А вот мы не любим Угу Очень много людей, не знающих вас Подошли к нам в Крыму И смотрят видеоэфир, пишет Светлана Вот как раз Светлана в Крыму Наблюдает за всем происходящим Очень много людей, которые вас не знают Сейчас слушают и смотрят трансляцию Это круто А значит в Крыму теперь у вас появится погон Я в этом совершенно не сомневаюсь Что касаемо любимых-нелюбимых Ведь это же, как говорят Что любая песня, это детище Это ребенок И как же можно не любить-то свое детище А ты говоришь нелюбимая песня Так-так, Вернигор Как в древней спарте можно не любить своих детей Оп И вовра Когда родился ребенок Слава Хилых Смотришь на него и говоришь Какой-то ты брат убогонький Жена отвернулась Тогда не надо петь ее А песня, она вроде-то и неплохая Так А вот мы, ну пускай это будет вот наш кураж Мы ее не будем играть Хорошо, это ваш кураж, вам простительно Ставлю в один ряд с тараканами, королем и шутом, сектором газа Здорово, жгите Пожалуйста, вот Константин Твердый ставит вас уже в такой ряд Эшелон практически пошел уже Хорошо Было бы здорово, если бы ребята сыграли кавер на ГО И, по моему мнению, их супер прекрасную песню Глупые песни Сергей Котовой Кавер-то есть, по-моему Кстати, наш вокалист кичился Называл нас со вторым гитаристом крысы А сам по крысиному записал акустический альбом Ну-ка, расскажи-ка Давай сдадим его Интересная история Не ты Не я? Конечно Раз уж ты их крысами обозвал Имеют право теперь слить на тебя А давай Ну, как обычно все бывает Он начал заводиться там, какие-то песни выдумывать Давай сделаем так Ну, просто, если бы мы с гитаристом его не ограничивали Было бы очень много ненужных песен Как нам показалось Но он втихую пришел, сказал Я записывал альбом Без вас Акустический, как раз, по-моему, 2015 С гитарочкой, я так понимаю Ну, на студию пришел, там, барабаны нарисовали на компьютере Он в основном акустический Там, почему этот вопрос был задан Там же как раз есть кавер-версия На гражданскую оборону А вы ее исполняете вообще? Мы ее ни разу не исполняли Он ее сам исполнил Так, а можешь исполнить? Наваждение, кажется Ну, просто интересно Нет, вот честно скажу Это, скажу проще Есть песни, которые мы бракуем Вот они говорят Не хотим играть и все Я говорю, ладно, все И я даже не лезу У меня таких накопилось какое-то количество Я их пришел, записал и забыл Я даже не помню ни одного аккорда Вот из этого всего ряда То есть, раз пацаны забраковали Ты им веришь Ты им доверяешь Да, вот это тот случай Когда они мне говорят Слушай, это попахнет каким-то вот прям вот Есть говнопанка А есть прям вот совсем Мы из этого даже, говорит, ничего Никакими аккордами не исправим Я говорю, ладно, все Не лезу к вам И думаю, ну Не обидно? Тебе как творцу такое Нет, я считаю это только в плюс Потому что у нас все, что сделано Это сделано именно коллективно У нас нет такого, что я взял и сочинил песню Вот в каждую уткнешь В каждую кто-то что-то внес А это я думаю, ну Вроде ИГ, а вроде не такое Пришел к звукорежиссеру Я говорю, что-нибудь сделаем Он говорит, заплачь Я говорю, да Сделаем, конечно Говорит, не такой уж ИГ Не, на самом деле не так уж и плохо получилось Но ты все-таки ее не исполняешь Вообще Я на самом деле ее даже и вживую ни разу не пел Я просто пришел туда Я говорю, давай что-нибудь подберем Есть у меня такие-то тексты Я это вижу вот так-то мелодически Мы втыкаем гитару Я про кавер И кавер также был сделан Он, если его потом послушать Он звучит абсолютно не так, как у гражданская оборона То есть это вот мы с ним сидели, джимовали И наджимовали Понятно, ладно, тоже тема снята Добрый вечер Это опять-таки я смски читаю сейчас Добрый вечер У меня мурашки от песни Глупые песни Привет от Яриков Что значит Ярики С большой буквы причем Ярики Судя по всему Вечь не о городе А глупые песни сыграют Басис все-таки дышко Пишет тот же человек С того же самого номера Я уж не знаю Глупые песни-то были уж Или нет Она вот с этого альбома Да, я как раз про этот Акустический альбом и говорил Она там Были уже с этим обсуждать Может даже и надо Я не знаю Не знаю на самом деле Надо или нет Но это ваше право, братцы Я же могу только рекомендовать что-то Или просить А уж вы решайте сами Потому как ваша программа И ваша музыка Вы ею делитесь Так Где-то было Тоже сообщение Которое я подметил для себя Ну как всегда это бывает Много сообщений Не все успеваешь Потом уже обнаружить Убегают Бог с ним Давайте петь А вот сейчас будет А песня, которую вы считаете хитом Нет Ну да Так нет или да? Есть прям хит-хит Сейчас порвем Давайте порадуем Порадуем Воробьева Воробьева, да Подожди Ты обещал, что через одну А уже через одна пришла Ты сказал, что вот эта песня Будет хит По вашему мнению Через две Теперь уже через две Давайте два хита Так назовем Хит, а потом за ним хит Вот ты сейчас Вот ты сейчас Меня просто поставил В него в креположении Я как В депутата сыграл Ну хорошо Как тоже обещать Будет дорога А где дорога? Да вот выберешь меня В следующий раз Будет дорога Как называется песня-то? Каждый день Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Stay away Горд Воронеж Поехали Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так такой же, как у тебя? Да, а я уже посмотрел на Гибсон, купил такой же В общем, он его купил и через неделю засунул руку в погрузчик И получил открытый перелом четырех пальцев левой руки Как раз перед концертом Вот я не знаю, вот у него сейчас один палец не сгибается При этом он, в принципе, более-менее чешет Уже так восстановился Вот я считаю, вот это нормальное безумие Я говорю, жалко, голову не сунул Вот так вот мы развлекаемся То есть ты хотел бы, чтобы у тебя гитарист был с пробитой головой? Это был панковский настоящий гитарист? При этом будет так же говорить, рассуждать, как и есть И будет дыра в голове, я считаю, только в плюс команде Да, ничего так А что ты сунул-то руку-то? Зачем? Ну, наверняка не специально, я так понимаю, что случайно Но тогда мелькнула мысль, что все с музыкой придется закончить Ну, это единственное, из-за чего я на самом деле переживал Я лежу под наркозом, мне врач зашивает пальцы А я у него спрашиваю, а как я на гитаре смогу играть, сможешь? Ну и все, наверное Ну, недолго, да? Ну, сколько мне осталось лицо руками? Да нет, нет, это анекдоты Жить я буду, будете только не очень хорошо По Black Sabbath у них же тоже, по-моему, там гитаристы немножечко У многих У многих Есть вообще однорукие барабанщики, между прочим Так что, в принципе, когда человек... Да, да, да Когда человек любит свое дело и хочет им заниматься дальше Мне кажется, это совершенно не проблема Освоить новые для себя горизонты И делать это так, как ты делаешь хорошо Так, 46-47, это короткий номер для СМС Ваши начало свои, пробельчик, а дальше уже все, что хотели бы сказать Это и вопросы могут быть Я из Крыма, пишет человек Фанатею с 12-го года, с первого аккорда Музыка крутая, тексты класс, особенно стиль Ни с кем не спутаешь, ни с кем не могу сравнить Ну, по-моему, это тоже добрые слова Причем такие, точные слова А, кстати, когда речь идет, например, о публике вашей Кто это? Вот ты не обращал внимания, кто в основном ходит на концерты? Никто Ладно, этого унылого не будем слушать Публика, как мне кажется, даже может быть немножко старше, чем у остальных Некоторых коллег по жанру Мне это, так как приятно Потому что, я говорю, вот за всей этой катавасией Многое что есть Я считаю, что публика где-то от 13-14 лет Потому что мелодичная и с матерком До и 40, может быть, лет Потому что там есть Еще плюс, помимо прочего, есть что вспомнить Так сказать, из своей уже юности Я считаю, все-таки мы немножечко взяли у ребят У наших дедов Вот Дедов? Дедов из CBGB мы взяли чуть-чуть Добавили туда дедов из металлики Вот Получилось Ну то есть публика разная Я считаю, малолетние у нас не так много Как более-менее все-таки здравомыслящие уже Клево Кстати, вот Светлана не унимается Та, которая из Крыма И ты уже сказал про гитары Она вдруг пишется Спросите у Михаила и Филиппа Как им достались их гитары Как ездили за ними в столицу Какая-то история была с этим связана? Ну как бы истории особых не было Я три месяца был за рулем Мы отработали На предприятии на нашем Вот Кладовщиками И после работы поехали За гибсоном В Москву? Все как бы нормально сразу Да, я заехал Сели и поехали Я заехал под кирпич И нам сразу тысячи стало не хватать на гибсон Вот Я говорю, ну что, будем торговаться на месте Я говорю, главное Живыми доехали, вернулись Ничего такого сверхъестественного Гитары купили за свой счет Я считаю, это прикольно Все, ничего больше рассказывать Да я что про них рассказывать Я считаю, что инструмент должен быть нормальным Не-не-не, я не об этом Светлана, я так полагаю, что знает Какие-то больше Может она что-то и знает Люди, мы женаты Поэтому тонкости мы не будем рассказывать Понятно Значит, Александр Кузьмин Недавно подключился Очень нравится группа Супер, песню завтра уже пели Александр, приезжайте в Питер Вот что касается поездок Я уже понял, что с этим не очень хорошо пока А есть кто-то, кто занимается вами В принципе, менеджер какой-нибудь У нас был такой опыт Менеджер занимался так Что в Воронеже нас прям Чуть не в Блэклист занесли То есть он что-то там сделал концерт Один, он сорвался Сделал второй Без рекламы, без промоушнга Без всего Он опять сорвался Еще там группа приехала Им гонорар не дали Нам кое-что обещал Тоже не дали И в итоге уехал Нам говорят, где его контакты Контактов нет Мы не знаем, где он Человек-то не в Воронежске Живет в Москве где-то Я говорю, не знаю Как бы так мы с ним На связь он выходил Человек неплохой А дело провернуло интересное Так что Может быть, есть смысл Найти кого-то еще попытаться Да я вот как-то вот пока Вот этим опытом наученный Думаю, что Надо пока немножко Самому позаниматься А когда мне поток предложений Начнет превышать Мое свободное время Тогда я уже, может быть Кого-то найду Ты должен сейчас говорить иначе А когда поток предложений Это никогда не бывает Слишком многое тебе скажу Мне кажется, что музыканты По-настоящему гордятся тем Что поток такой Что они не всегда успевают Его отрабатывать Человек нужен Это моя рекомендация Вам как старшего товарища Как ты сказал старики Да там Ну вот, считай, что Я тебе как старичок Все-таки нужен человек такой Обязательно нужен Потому что музыканты Не должны в принципе Прикасаться к этому Не должны этим заниматься Вы люди творческие Вам музыку играть надо А не заниматься Оформлением себя Куда-нибудь Какими-то там Бумагами Листами Не знаю Рассказами-объяснялками Покупанием билетов Это не ваше дело В Воронеже кто услышит Обращайтесь Я надеюсь, что обратятся Должны Обязаны вообще обратиться В принципе, дорого не возьмем Вы? Да Вы еще и беретесь Это мне кажется Ты уже переборщил Друг мой Тут уже как-то По-моему Надо, чтобы человек Был на вольных хлебах И сам зарабатывал И вам давал Такую возможность Вот сейчас как раз Должна быть та Которая хит-хит Судя по всему Хит-хит-хит Прямо для животных Для кого? Для животных Почему для животных? Животный рок Животное в хорошем смысле слова Хорошее животное А, я просто подумал о том Что ты стоишь на той позиции Что дети и собаки Никогда не врут Ну, то есть, опять же Ты можешь понять по собаке Что она сейчас радуется И что ей плохо Собака у нас радуется В другой песне Сегодня не поем А, ну понятно Собаки, они, в общем Реагируют обычно На самое честное Как я понимаю А самое честное Вы сегодня спеть не можете По определенным причинам Радиостанция 12+. Понял Вопрос снят Как называется себе произведение? Песня называется Животный рок Ну, все Действительно Ты же сказал Как всегда Живой звук Программа Живые Stay away Редактор субтитров Жить лишь играть И все ерунда Шмотки машин Квартиры дома Есть только один Взрослый прикол Звериный инстинк Животный рок-н-рак Сделай, братушек Свободы, глоток Ты чувствуешь, как в теле Пробуждается ток Спящее сердце Резкий укол Девки плюс став Плюс животы Рок-н-рак Если ты сходишь с ума Это нормально Если ты нормальный Прячься под стол Сиди там до своей Точки финальной На столе чистой животной Рок-н-рак Рок-н-рак ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот он, немножечко секс-пистолс пошло. А хорошо пошло и неожиданно. Откуда такая вот идея-то возникла вдруг, перейти в такое, в такой вокал? А у нас тут мы смотрим. Все спонтанно. Музыка была написана вперед текста, поэтому вот так и решилось. Не, круто. А скажи, кто такой Александр Жилин? Знаете вы такого человека? Да. Администрация городского округа город Воронеж. Ну, мне кажется, приукрасил. Ну, вместо работы он так написал. Вот недели три назад он не работал. Если уже взяли, то хорошо. Ну, правда, он на аватарке с гитарой, безусловно. Но вместо работы пишет администрация городского округа город Воронеж. Может, там, как ему хотелось бы. Кто это? Друг, приятель? Товарищ. Неплохой парень. Я просто подумал, если он работает в администрации, то почему бы администрации не взять вас под свое крыло? Вы же знаете, что в Финляндии, к примеру, рок-музыка вообще находится на государственном обеспечении? Мы играли перед Семилукской администрацией. Какой? Семилукская. У нас под Воронежем есть города. Рок-н-рол играли. Тербуны, это. Играли рок-н-рол, и им очень понравилась песня про Рождество. А сегодня ее не... Будет, но там вроде ни того, ни другого. Ну, это хорошо, что ни Рождества, ни того самого. Там кондитерские изделия, но каждый в мир своей пошлости поймет. Ага, я понял. Еще две песни же у нас, правильно? Да хотите, можно на три бумага. Не-не-не, ну как минимум две есть еще. Две есть, три есть. Окей, две есть, три. Я понимаю, что у вас их много. Я к тому же, сколько мы должны успеть еще программу? Три можем сыграть, а там сколько дадите? Когда звучала музыка, у меня мелькнула мысль, разыгрались к концу программы, но вокал такой мне не нравится. Ну, когда ты вот в это уходишь. Инструментал отличный. Ну, кому как. Вот знаете, тот случай, Тот случай, когда как бы вот вокал такая вещь, ну, мы его не поменяем никак, а мне он нравится. Поэтому тут мое мнение важнее. Все. Согласен. Вокал остается. Я думаю, что это кто там Юлия Усмоль, кто вот ее вокал, не факт, что лучше, правильно? Мужик сказал, мужик сделал. Все правильно, молодец. Я хороший вокал. Согласен с тобой. Ты учился когда-нибудь вокал? Да, занимался. У кого? И даже иногда сейчас хожу, потому что даже вот так... Ну, то есть отдельно у педагога, частным образом, да? Да, 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 из музыкальной школы мужик, у нас с ним очень хорошее отношение. Все практически, кто больше, там, двух-трех лет играют, занимаются, потому что, скажем так, учитывая тот факт, что, как и многие, приходя там на какие-то вещи типа радиопрограммы, мы приехали с больным горлом, со всеми делами, даже вот так исполнить, все-таки это надо какую-то сноровку иметь. У тебя опять горло больное? Да. Почему опять? Потому что все вокалисты приезжают в эфир летом, зимой, осенью. Все либо сопливят, либо с больным горлом. Ну, вот. Что же за повальная эпидемия такая? Мне кажется, это от нервов все. И от холодных коктейлей в Макдональдсе зря мы выступаем. Возможно. В общем, с контактами достаточное количество групп, к которым я отношусь хорошо. Вокал у них, ну, спорная часть, потому что тут уже на любителях. В общем, слушайте, понравится потом. Вот с этим согласен абсолютно. Есть те, кто любит, а не любит. Все любить невозможно. Абсолютно верно. Давай, наверное, еще, да? Да давай. Сколько песен-то? Две-три. Сейчас посмотрим, как получится. Они же у вас тоже бывают длинные и короткие. Что же нужно понимать? Ну, давайте про Рождество сыграем. О, ничего там плохого нет, сразу скажу. Да, я уверен. Ты предупреждаешь, чтобы я сразу не вздрагивал, что ли? Так я вздрагивать не буду. Подню, как раз надо вздрагивать. Я вздрагивать не буду. Я привычен ко всему. Дети могут не понять. Как всегда, живой звук в программе. Живые. Stay lazy сегодня. Поехали. Подал первый снег, и в кипелый снег на твою лицо. Улыбаясь ты, говорила мне, я хочу еще. Добрый Дед Мороз, разве ему жаль снега на лицо? На сопливый нос и на лисью ушаль падает снежок. Это Рождество, это яркие краски, это Новый Год, бывшаяся сказка. На пушистой елке прыгает зайка. Не надо, не слезай, не слезай-ка. Не надо, не слезай, не слезай-ка. Падал первый снег, и в койку до любяк, я спросил тебя. А можно шоколад на полцветеля в честь такого дня? Добрый Дед Мороз любит шоколад, кой чем окропить. Падал первый снег на кофейный глаз, и хотелось жить. Это Рождество, яркие гирлянды, это Новый Год, разноцветные банды. Кое-что в конфетке, милая зайка, а ну-ка послезай, послезай-ка. Давай-ка послезай, послезай-ка, рок-столл. Это Рождество, это яркие краски, это Новый Год, бывшаяся сказка. Из души встай, елки, льется не замерзай-ка, это послезай-послезай-ка. Это послезай-послезай-ка. Зайки, хой! В общем, Семилукская администрация, к нашему удивлению, приняла на ура. Сказала, это очень неплохо. Это гимн Семилукской администрации с тех пор. Как я понимаю. Народ аплодирует, я тебе скажу, есть почему. Ну, тут Илья Тиняков, я не знаю, сколько этот смайлик с аплодисментами, я не знаю, сколько там штук. Неделя однозначно удалась, спасибо. Вся неделя человек понравилась в музыкальном плане, это круто. Песня со встроенной защитой от детей. Михаил Стругацкий написал. Ну, в общем, да, есть подтексты, причем очень хорошие, точные. Братцы, у нас с вами осталось буквально 8 минут до конца программы. Я вот и думаю, то ли дать вам еще две песни спеть просто, то ли, как у нас на районе играет, побакланить еще немного. Давайте побакланим и потом на Куража завершим. Одной ты хочешь все-таки песни? Одну? Да. Одну. Окей, как скажешь, как скажешь. А потом мы приедем, если приедем. Ты смотри. Вот, там мы приедем. Далеко заглядываешь. Ну, будет новый альбом, почему нет? У нас есть традиция, группа появляется в программе, ну, не реже, не чаще, вернее, раз, чем в три месяца, в том случае, если у группы есть новый материал. Иначе какой смысл одно и то же петь? Если вы будете строчить, как из пулемета, свои новые альбомы, а Юля заметит, что в этих песнях есть какой-то смысл и глубина, ну, кроме Рождества, естественно, то, само собой, можно будет пригласить вас снова. Аудитория, я думаю, будет только рада. 4647, это короткий номер для смс ваших, 4647. Сначала пишите свои про Бельчика, дальше уже все, что хотели бы адресовать коллективу. Я сейчас так это листаю, все, что у нас есть в чатах. Есть что-то новое, Рождество, жесть, пишет человек. Да, и, ребята, если помните, как играть, сыграйте за дверями, это ваш хит из хитов, пишет Евгений Воробьев. Да что ж ты это будешь делать, да. Я не очень понимаю, почему, если помните, как играть. Есть такие песни, которые мы просто не репетируем, вот, это помним, но у нас заготовлена вот прям новая песня, премьера. Да прям, под конец прям премьерочку заготовлены. Да, 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 там про видеокассету, ну, старый формат вспомним. Ну, почему нет, да, действительно, это было бы круто на самом деле. Окей, так, Александр, блин, напомнили, группа Кеды тут приводит в пример, почему-то люди начали вспоминать. Послушайте, ну, действительно, у нас совсем-совсем уже со временем плохо. А сколько она по времени, эта песня? Так только не со времени, в прошлый раз ты мне соврал на целую минуту. Так, ну, давайте здесь что надо сделать? Так, пять минут, чтобы не врать там, ну, три, я думаю. Три, окей. Ну, чтобы я точно, хочется песней закончить, не бла-блажками, а песнями, и уйти с песни на следующий час. Если, ну, так вот, честно, да, ну, ты честный и открытый человек, поэтому я жду от тебя честного ответа. Если вот так честно поставить, кто-нибудь поставит перед тобой вопрос. Я знаю, что сейчас ты будешь немножко поставлен на верное, в неловкое положение, и уж извини, не захочешь не отвечать. Скажет тебе, либо семья, чувак, либо музыка. Там, либо работа, либо музыка. Вот когда-либо-либо. Ты что выберешь? Вы знаете, вот есть два, мне кажется, типа семьи. Тип семьи, вот, с которой у тебя хорошо и комфортно, вот эта семья, с ней не придется. Выбирайте, это не депутатский ответ. А есть тип семьи, который, ну, вот, такая вот у нас семья. Прям семья. У нас вот, на самом деле, дома прям вот тук-тук, все настолько хорошо, что я такого вопроса никогда не ставлю. Хорошо, не семья, работа, музыка, не знаю, карьера, музыка. У кого-то карьера. А может, я скажу, будь начальником производства. И у тебя возникнет вопрос. Пардон, я сейчас уже, я вообще руковожу, я теперь уже большой босс, а тут музло. Если речь идет о том, что музыка нашла, зашла так далеко, что прям стоит выбор, и мы видим, что там что-то светит, я брошу эту работу ни секунды не раздумывая. Если ничего не светит, то удачно вполне совмещается. Это уже как-то, если получится, да, как, естественно. Мне сильно много денег, на самом деле, не надо. Надо, чтобы было достаточно. Надо просто, чтобы вот дома, как бы, все нормально, свет не отключали. Согласен, абсолютно. Главное, чтобы было достаточно. Но самое-то важное во всей этой истории, вот лично мне бы хотелось, чтобы с музыкой у вас все развивалось дальше, так же круто, как оно и сейчас. Очень хотелось бы, чтобы группа с названием Stay Away стала известна всей стране в довольно обозримом будущем. Очень хотелось бы, чтобы ваше творчество радовало огромное количество людей, как сегодня аудиторию своего радио. Поэтому я бы очень хотел, чтобы вы продолжали, и не остановлюсь ни в коем случае, несмотря на то, возможно, лакомое, что вам предложат кому-то, стать ювелиром города, там, не знаю, главным, условно говоря, кому-то, начальником производства. Это будет отнимать кучу времени от репетиций. Хотя репетируете вы редко, я так понимаю. Стандартная репетиция у нас раз в неделю, зато стабильная, иногда два. То есть, как бы, я не считаю, что, учитывая то, что и дома мы уделяем время, я не считаю, что это редко. У барабанчика дома вообще барабаны стоят. Так что... Живые? Да, живые. Трепетируем каждый день. Две бочки. Круто. То есть, у нас на самом деле все достаточно, я думаю, серьезнее, чем кажется. Тем более, все-таки шесть студийных альбомов, три студийных клипа. Ну, я думаю, это показывает какие-то намерения наши. У вас клипы есть? Да. А что же мы об этом не поговорим? На какие письки? Дадим в ротацию, на Рождество есть. Так клип что? Мы на стоит можем их повесить, естественно. Есть, в общем, есть прям вообще такой хороший сопливый клип, есть рождественский, а есть такой нейтральный. Нейтральный, не сопливый, не рождественский, ты имеешь в виду? Да, он посвящается всем ребятам, кто вышел перекурить. Но что-то долго не возвращается. С загадками ты разговариваешь? Ну, просто я так понимаю, что люди должны найти ваши клипы и посмотреть. После сегодняшнего эфира наверняка у многих возникнет такое желание и интерес посмотреть, что за клипы вы снимаете. А, кстати, если говорить о клипах, то кто их снимает? Профессионалы или сами? Последний звукорежиссер нам снял. Выглядит, мне кажется, неплохо. Будут желания, открывайте, смотрите. Конечно, я теперь только смотрю. Сокол мне сказал, говорит, прям отлично. Ну, раз Сокол... Сколько вложили? Я говорю, вот столько, сколько в бар сходить. Понятно, раз Сокол сказал, значит, надо. Говорит, а что в бар-то не сходили? Надо посмотреть. Надо глянуть. Раз Сокол оценил, я думаю, что и я оценю. Ну что? Рубим. К сожалению, финальная песня. Как называется она? Папина VHS. Video Home System для тех, кто в теме. Круто. Спасибо всем, кто был с нами сегодня. До понедельника с вами прощаемся. Неделя выдалась, на мой взгляд, очень даже классная. Группа Stay Away прощается. Ну, надеюсь, с их творчеством вы теперь будете дружить. Погнали, парни. Погнали, парни. На самой дальней полке живут крутые тёлки. Они к тебе приходят, когда отец уходит. До того, как вернулся отец. Тёлок на место поставь. Папину вещь. Не забудь перемогать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok